А перед просмотром этого видео я хотел бы попросить зайти и подписаться на канал BlueFox, он играет Minecraft в SkyWars, делает обзор модов и что самое главное, у него присутствует рубрика без модов, это очень и очень и очень интересно, поэтому если вы заинтересованы, то ссылочка на него в описании, заходите и подписывайтесь, а мы приступаем к просмотру. Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Minecraft, без модов только с одной командой, где сегодня я научу вас становиться Марио, да ребята, самим Марио и все что от вас требуется, это просто иметь Minecraft больше чем версии 1.8.3, потому что на предыдущих версиях это не работает. И что вы спросите такого особенного в Марио, вы ребята сможете делать прям какой-то, какой-то, какой-то настоящий удар Халка, что само по себе уже странно, потому что, потому что не каждый такое может. Также, что еще круче, вы можете замораживать воду, ребята, только представьте, Марио может замораживать воду, вы можете по ней ходить, прям я не знаю как кто, но это ребята еще не все, вы спросите почему, потому что я вам сейчас покажу, что он еще умеет. Помимо того, как быстро бегать, высоко прыгать, замораживать воду, он так же, так же, так же, так же, так же может, вы сами видите то, что он может, это если честно очень даже круто. Но, мы умираем, мы кидаем Fire Flower и мы обратно, обратно, обратно превращаем все в лаву и получаем Fire Resistance и мы можем даже пулять и пулять и пулять и пулять какими-то гранатами, что-то в этом роде. Но, ребята, перед этим я бы хотел вас очень сильно попросить лайк, давайте наберем хотя бы 700 лайков, я вам обещаю то, что в ту же секунду выйдет следующая серия без модов и в следующей серии я вас научу или покажу становиться или что-то делать, что-то другое. Все, что не очень сильно важно, я просто-напросто получу больше сил для записи новых видео, а если вы поставите лайк, это будет очень и очень и очень и очень круто. Также, ребята, просто не забываем оставлять комментарии, я общаюсь с своими подписчиками, если ты не веришь, что я тебе отвечу на твой комментарий, все, что тебе требуется, это просто-напросто его написать адекватный и последнее, не забываем подписываться на мой канал, я рад каждому новому подписчику, поэтому я прошу тебя, подпишись на мой канал и вступай в нашу большую дружную семью. А мы, ребята, начинаем. Ну что, ребята, мы приступаем в первую же очередь, как обычно, нам нужно выдать командный блок, это делается все очень и очень и очень просто-просто выдаем, берем себе, берем себе блок редстоуна, пишем команду, которую я специально для вас оставлю в описании, заходите и копируйте ее хоть миллион раз на здоровье. И сразу же устанавливаем. Чат нам написала, кто, 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 кто создатель этой карты, давайте быстренько отсюда нафиг убегаем, а то еще сейчас нас тут лаги сожрут. Создатель By It's Zender, это какой-то Америкос, без обид, Америкос. Ссылочка на него в описании, я, ребята, не говорю, что это моя команда, хоть этого чувака вообще не знаю, но это он создал эту команду, поэтому ссылочка на него в описании. 7 часов работы, ну, нормально, 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 нормально. Так, давайте я немного это убавлю, потому что все-таки куча командных блоков, немного даже, да, даже есть, есть фпс, поэтому это очень хреново. Что мы делаем? Как вообще нам стать Марио? Очень просто, нам нужно взять кожаную броньку, кожаную броньку, которая делается очень просто, и 4 грибочка, понятно, потому что, ну, Марио грибочки, он там на них сидит, наверное, круглосуточно, поэтому выкидываем, выкидываем, выкидываем. Готово. Выкидываем, выкидываем. Трусишки, Марио, выкидываем, выкидываем, и, я сказал, выкидываем, зараза, а, ну что ты такой непослушный. Вот, не хотели трусишки делать и носочки, Марио. Это очень-очень круто. Ну, и что, одеваем, 1, 2, 3, 4, это не оделось, зато сейчас оделось, и мы стали Марио. Что нам вообще дает вот этот костюм? 3 скорости бега, 2 силы и 4, 4, 4 прыгучести, то есть, Jump Boost. Это офигеть как много. Смотрите, во-первых, как мы можем быстро передвигаться, во-вторых, как мы можем, как мы можем высоко прыгать. Это, если честно, очень-очень-очень даже круто. Но на этом останавливаться мы не будем, мы сразу же приступаем к следующему. А следующее, это вот это. Только сейчас не работает, нужно выключить гейммод. Посмотрите, опа. 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 Это прям какой-то прыжок Халка, что ли. Это вообще офигеть. Смотрите, ребята. Вы увидели крипера, который там появился? Ну, как будто мы на миллисекунду превращаемся в кучу криперов и взрываемся, взрываемся, взрываемся. Но, давайте посмотрим, что же будет ночью. Что же будет ночью, когда появится куча, куча и куча и куча монстриков. Я надеюсь, что они все-таки появятся где-то вот тут, потому что я... Вот они, вот они начали появля... появляться, появляться. Они нас вообще не смогут толком тронуть. Смотрите, два скелетика, очень красивых, очень милых. Опа, на тебе скелетик. Опа, на тебе скелетик. Одного мы уже убили. Одного мы уже убили. Убили. Мы уже даже вроде... Да, мы всех убили, ребята. Мы всех убили просто тем, что мы прыгаем. Потому что это... Ну, это очень круто. Вот эта атака убивает враждебных монстров с двух атак. Все, что вам нужно, это просто-напросто подпрыгнуть и нацелиться вниз. Вот как сейчас. Их четверо. Мы два раза прыгнули, их уже двое. Мы еще два раза прыгнули, уже никого нету. Все умерли. Это, если честно, очень даже круто. Но мы не останавливаемся. Мы дальше приступаем. Что мы делаем, ребята? Что мы делаем? Следующий шаг это... 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 Это золотое яблоко. Apple. Золотое яблоко. И один грибочек. Тут у нас практически все состоит с этих грибочков. Что же это нам даст? Золотое яблочко и один грибочек. Грибочек. Регенерация. Точнее, regeneration mushroom. То есть, грибочек, который у вас начинает там плющить, плющить по-очень хорошему. И просто-напросто восстанавливает ваше здоровье. Но! Он не хиленько так восстанавливает это, во-первых. А во-вторых. Его не нужно кушать. Его не нужно кушать. Вы просто его кидаете на землю. И все. Смотрите. Смотрите, эти заразы на нас сейчас нападут. Ну, давай, бей нас. Слабочины. Вы такие все тут слабочины. Ребят, я даже вот так поставлю. Вы меня можете долбасить сколько вам угодно. Я, конечно, не мазохист, но все равно. Вот так. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Ну, давай. А мы просто выкидываем, и у нас фулл-эхп. Вот так работает этот грибочек, который, ну, честно, очень, очень даже имеет такие... Офигенные способности. Очень даже имеет такие офигенные способности. Сразу же приступаем к следующей вещичке, которая доступна вам как Марио, да? Что же это? Что же это? Что же это, ребята? Следующая вещичка это... Берем пакет Ice. Давайте я еще раз напишу. Вот он. И знаете, что еще берем? И берем вот этот цветочек. Blue Orchid. Ну, орхидея, наверное, да? И выкидываем. И что это превращается? Ледяной цветок. Его нужно выкинуть, чтобы он что-то превратился, да? И смотрите, у нас даже вот такие... Вот такие звездочки вокруг нас летают. Но что дает этот... Что дает этот... Этот... Этот предмет? Как я уже вам говорил в начале видео, он позволяет замораживать воду. Да. То есть, во, все. Вы сюда встали. Вы можете бегать. Главное, не очень быстро, потому что, мне кажется, он не будет так быстро замораживать. А ну, давайте попробуем заморозить вот этот... Вот этот водопад такой большущий. Мне кажется, это будет очень даже прикольно. А ну, давайте... А ну, давайте быстренько подойдем туда. А ну, а ну, а ну. Я просто боюсь, знаете, очень-очень быстро идти. А ну, хотя попробуем, давайте. Ну, да, как я уже вам сказал, очень быстро не получится, потому что все-таки он немного залагивает. Но, но, но... Нет, водопад, он почему-то не замораживает. Нужно, наверное, то ли в него залезть. А фиг его знает. Короче, водопад не работает. Но все же, как вы видите, это реально очень даже круто. Но это еще не все, как я вам показывал. Смотрите, что это может делать. Вы можете просто-напросто ходить, ходить, ходить вокруг лавы с этим умением. И вы просто-напросто сможете даже замораживать, не замораживать, превращать лаву в обсидиан. То есть вам не нужно таскать больше с собой в шахте ведро с водой, если вы там, например, хотите добыть обсидиан. Все, что вам нужно, это просто-напросто пройтись возле него, и он автоматически превратится... Точнее, лава превратится автоматически в обсидиан. Это очень тоже круто. Но это тоже еще не все. Что же еще может делать этот блок? Вы его можете выкинуть. А вы спросите, а зачем его выкидывать? Что он делает? Вот что он делает. Он замораживает ваших врагов. Давайте даже опять включим ночь, опять-опять-опять включим ночь и посмотрим. И посмотрим, потому что ночью еще больше, еще больше приключений вы можете найти на свою жопку, потому что спавнится очень-очень много монстров. Вот видите, и он, что самое главное, вам возвращается. Вы просто-напросто можете заморозить своих врагов. Они будут там потихоньку умирать, за вами они уже следовать не будут, потому что они как будто заморожены уже. Вы просто-напросто можете так ходить. Но этот предмет в какой-то степени бесконечный. За исключением. Каким исключением? Каким исключением? Тупая башка, стукни меня уже. Вот. Если вас ударит кто-то, то у вас этот предмет пропадает. Поэтому вам нужно быть прям нереально осторожными. Это, в принципе, даже как в том же Марио. Если вас кто-то стукает во время того, как вы сели там... Да твою нафиг. Вот. Если вы там сели какой-то грибочек или там цветочек какой-то подняли. Если вас стукнет какой-то монстр, то это умение у вас пропадет. Приступаем сразу к следующему умению. Какое? Какое? Как вы думаете, противоположность ледяному цветку. То есть, мы выкидываем одну зажигалочку и одно... Точнее, один желтенький цветочек. Или нет? Или да. Fire Flower. Мы просто так же выкидываем и все очень круто. Мы обратно можем с Obsidian сделать лаву, как вы видите. Вы получаете бесконечное сопротивление огню. То есть, вы можете прям душ принимать в лаве. Или просто-напросто, я не знаю, там... Побыстрее кому-то там подмыться. И все очень круто будет. Но, как вы видите, вы так же обратно можете это все размораживать. И это тоже очень круто. Но, у вас так же есть способность кидаться, так же, как и в ледяного цветка. Только сейчас вы не замораживаете, а ясное дело то, что поджигаете. Вот так можно даже очень быстро хавчик себе замутить. Привет, барашка! Кидаем в барашку. Барашка горит, барашка горит. И с него уже выпадет приготовленное мясо. То есть, не сырое, а уже прям... Мммм... Готовое, соленое, перченое. И прям самому лучшему рецепту, Вася. Вот так, смотрите. Уже кукет. Уже кукет. Это уже, ребята... Это уже волк. Но! Что? Что еще у нас осталось, ребята? Что еще у нас осталось? А давайте посмотрим последние, последние, последние умения, для которого вам понадобится убить Визера. Я согласен, что это... Ну, что это не очень так просто. Но все же, вы соединяете это с грибочком и получаете Invisibility Star. Если я правильно прочитал, что это делает. Что это делает? Это офигеть, что делает. Эээээээ... Ладно. А знаете, что это делает? Оно вам придает прям нереальные способности. Силу такую, которой даже, наверное, в того же Халка нету. Не верите? Ну, давайте посмотрим. Только, конечно, на 10 секунд это вам дает. Не очень так много, но... 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 Почему я не могу его заспанить, заразу? А ну сейчас. А ну вот так. Во! Все. Мы его убили. Мы его убили с трех ударов. Эта способность вам дается только на 10 секунд. То есть сейчас уже у вас ее нету. Давайте еще раз посмотрим. Например. Один. Два. Два. Три. Четыре. Ну, короче, вам четыре удара нужно, чтобы убить крипера. А если мы опять сделаем эту... Опять мы вот это сделаем. А ну давайте опять сделаем. А ну. А ну. А ну. А ну. Ручечкой просто машем и убиваем всех подряд. Это очень круто, ребята. Честное слово. Но, к сожалению, на этом уже все умения Марио заканчиваются. Опа. Дайте я еще немного попрыгаю. Потому что это, если честно, меня прикалывает. Только... Не кажется? Все. 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 Вы так просто-напросто можете даже шахты копать. Прямо размерами такими, что с ума можно зайти. Ну, ребята. Честное слово, давайте уже на этом будем заканчивать. Я еще раз хочу вам сказать большое спасибо за то, что вы посмотрели это видео. И еще раз повторюсь, если вы хотите больше видео. Да не то, что даже без модов. А вообще всех видео. Потому что я буду очень сильно рад. Если вы, в принципе, поставите лайк. Это действительно дает мне больше сил для записи новых видео. Я прям не хочу посмотреть, что там внутри на этой карте. И также просто-напросто, как я вам уже сказал, набираем 700 лайков. И в ту же секунду выходит следующее видео. Честное вам пионерское. Да, хоть я не пионер, но все же пионерское вам, ребята, слово. А тут ни черта нету. Да, только обычная карта. Я думал, там прям хоромы какие-то будут. Но, ребята, также в то же время не забываем оставлять комментарии под видео. Я общаюсь со своими подписчиками. Если ты не веришь, просто можешь оставить какой-то адекватный комментарий. С адекватным вопросом. Я его прочитаю, также отвечу и тем самым с тобой пообщаюсь. И последнее. Не забываем подписаться на мой канал. Я бы очень сильно прям тебя хотел бы попросить подписаться. Я буду очень сильно и сильно и сильно этому рад. Поэтому, ребята, я и Марио с вами прощаются. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем... Нет, не всем. Ссылочка-то в описании. Заходите и на карту, и на самого Марио. Поэтому, ребята, верьте, пока не поздно. Давайте, давайте. Всем пока.